Наверное, впервые в истории сессия Ренийского городского совета проходила во дворе муниципалитета на открытом воздухе. Так депутаты решили минимизировать нарушения требований карантина. Отменить сессию вообще депутаты не могли, поскольку надо было как можно скорее принять решение о выделении для учреждений здравоохранения 300 тысяч гривен для приобретения средств защиты, которые могут понадобиться медикам. Также направить 105 тысяч для приобретения нашим коммунальным предприятиям средств защиты для наших работников коммунального предприемства, в том числе детсредств. Перед сессией мы взяли у главврача небольшое интервью. Скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день в Рени случаи заболевания коронавирусом? На сегодняшний день таких случаев не выявлено ни в Рени, ни в районе. И, насколько мне известно, и пока и в Одесской области. Подтвержденный лабораторно случаев нет. Скажите, пожалуйста, можно ли в этот период времени, в карантин, на выходные, гулять на улице, на природу выходить? Ну, если вы не будете контактировать с другими, только с близкими, с семей, с которыми находитесь постоянно, то можно. Но избегать мест, где скапливаются люди. Главврач отметил, что магазины следует посещать обязательно в маске и желательно в перчатках, которые на выходе утилизируются. Незадолго до сессии городского совета состоялись пленарные заседания в сельских советах и Ренийском районном совете, которые в общей сложности выделили для медиков около 520 тысяч гривен. То есть, всего местные бюджеты на средства защиты направили миллион. Однако, в настоящих условиях закупить средства защиты непросто. Очередь на заказы от 21 и более дней. Александр Витальевич, у нас сегодня есть швейные цеха, я просто общался, которые шьют маски. Просто посмотрите, из какого материала нам швейные цеха пошьют, сколько надо, они пошьют. Главврач еще раз призвал всех серьезно отнестись к пандемии. Позавчера, 18 марта, в Италии умерло 500 человек за сутки. Понимаете, тесный контакт наших жителей с Италией и с другими странами, где есть коронавирус, очень высока вероятность заноса его на нашу территорию. По некоторым данным, заболеют очень многие, но большинство из них будет обычная клиника гриппа, а вот старшая возрастная группа, то есть наши отцы, деды, бабушки, понимаете, они будут восприимчивы к этому. Если мы говорим о лицах 80 лет и старше, то прогноз там неутешительный, там почти под 100% летальный исход. Их невозможно вернуть к жизни после этого. А лица 60, 65 и старше тоже большой риск. Закрытые в больнице на карантин. Мы оказываем помощь только в ургентных случаях, тех, которых нельзя ее не отказать. А так, плановые, консультативные приемы, все в телефонном режиме. Цель карантина – минимизировать контакты людей. Если говорить о иммунитете, то есть о поднятии иммунной системы, я бы вам не рекомендовал ничем, народные средства все, медикаментозно, ничем иммунитет не надо поднимать, потому что вы провоцируете, вы заставляете иммунитет сейчас возбудиться, начинать работать и потом наступает истощение. И вот в этот момент, когда истощился, и придет вирус. Тестов на коронавирус в Рене пока нет. Мы ждем со дня на день появления этих тестов, и тестов на грипп, и тестов на коронавирус, ну а дальше будем. Обстановка в целом очень спокойна. Мы за вчерашний день на территории района не обратились, не было симптомов ОРВИ и гриппа вообще. Депутаты поинтересовались, сколько аппаратов искусственного дыхания есть в районной больнице. Пять аппаратов, один из них высокого класса, три среднего и два портативных. Пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Вся оперативная информация о жизни города и района во время карантина помещается на сайте Рене Одессы и в новостях Рени. Следите за нашими публикациями и репортажами.